Школьникам Серпухова рассказали о подвиге танкового аса Дмитрия Лавриненко. Экскурсию по местам боевых событий для них организовали Совет родительской общественности ветераны Литературное объединение «Серпейка» майор Запаса Евгений Шехматов. Дмитрий Лавриненко – самый результативный танкист Красной Армии в Великую Отечественную войну. За два с половиной месяца боев он уничтожил 52 танка противника. Когда в октябре 1941-го немецкая колонна попыталась войти в Серпухов, Лавриненко случайно оказался в нашем городе. Вместе со своим экипажем он помог остановить врага. Вот здание главпочтамп, мы сейчас стоим. Тогда это был главпочтамп. Сейчас мы пройдем потом к зданию, где раньше располагался военная комендатура. Дальше дойдем до парикмахерской, где экипаж Лавриненко остановился для того, чтобы подстричься, побриться после боев. И где непосредственно военный комендант города, полковник Фирсов, Камбриг Фирсов, их отправил на выполнение задачи по отражению наступления немцев. Знаменитый танковый бой проходил 19 октября 1941 года. Экскурсия проводится с 2020 года. Ее идейным вдохновителем был заместитель председателя Совета ветеранов Серпухова Вячеслав Задорожный. Его начинание продолжается. Красивая осень и золото листьев, и солнце с небес проливает свой свет. Война. Это страшное слово, как выстрел природным красотам твердит слово. Нет. Комендант Серпухова Фирсов после боя представил ходатайство о награждении всего экипажа. За боевые заслуги старший лейтенант Лавриненко был награжден орденом Ленина 22 декабря 1941 года посмертно. Школьники, присутствующие на экскурсии, запомнили главное. Обещали рассказать о подвиге танкиста родным и друзьям. Я сегодня узнала о героическом подвиге, который происходил в моем городе. Что, что я сегодня узнала, я буду рассказывать всем своим друзьям, подругам и своим красным. Одним танком можно было разбить по две, по три роты. Мне было интересно, и это очень важно. Надо знать своих героев страны, и это очень интересно, и надо равняться на их поступках. В декабре 1941 Лавриненко был убит осколком мины. В 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Продолжение следует...